друзья всем привет прошел месяц как я получила свои растения в посылке в середине февраля и вот сегодня хочу я поделиться с вами результатом кто-то спрашивал меня снимите видео покажите что будет с растениями как они себя будут вести но мне конечно самой интересно как они себя ведут ну и вот наверное спустя месяц я вам сейчас рассказываю что с ними происходит но вот вот этот горшок принялся все с ним замечательно однозначно все принялись вот этот седум я определила как седум мелкий вей вот этот это какой-то вообще гигант не в плане розы в не плане размера в плане роста были два небольших череночка посмотрите как эти череночки уже раскустились сколько они новых голов выдали но вообще конечно вот этот микро мир макро мир вот этими мимишные садики они вызывают умиление но у меня по крайней мере вызывают вот смотрите какая прелесть не получается у меня ближе приблизить все получается размыто но мне кажется и так видно вот эти малыши ну прям чудесные прям реально чудесные дальше вот этот горшок у и горшок она вот этот седум следующий это седум досифилум мэйер смотрите он тоже начинает детковаться активно причем у него вот начинают вылезать детки из пазух с разных сторон вот такой вот прикольный чудесный но что я хочу сказать конечно седумы они очень 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 светолюбивые мало таких седумов которые будут расти в полу тени в тени в основном все думы это обожатели палящего солнца очень яркого освещения вот как мы видим вот под моими лампами вот этим седумом хотя не знаете я вот когда они вообще принимались у меня у меня лампа была на расстоянии наверное 5 сантиметров от растений то есть вот сейчас они выросли они представляете вот выросли в два раза за месяц вот такими они были и какими они стали то есть вот эти головы у них наросли вот даже видно вот у них даже как бы структура листьев что ли структура побегов изменилась вот смотрите вот видно откуда начался рост то есть вот не вижу вот так вот так они были когда я их сажала и вот эта макушка наросла за месяц но макушка не такая компактная как была у той девушки который я покупала видимо там досветка конечно была ярче то есть чем ярче свет тем компактнее растение тем они красивее тем они ярче однозначно вот вот в этом седуме видно прям даже как ну потянут он потянут но я с этим ничего не сделаю сейчас вот такие у меня условия других у меня нет вот этот тоже но этот я почитала даже какой-то там причудливое название что это даже не седум это какое-то растение но подвид седума но не седум кстати он напоминает очиток едкий который у нас растет вообще повсеместно и у нас на реке там на буграх на холмах возле реки во врагах его очень много то есть если вам нужно будет очиток едкий я вам положу в посылочку летом в подарок бесплатно потому что у нас их у нас его реально очень много но вот если сажать его на каких-то альпийских горках он очень красивый но про седума я расскажу чуть попозже я собираюсь снять видео про седума еще там пятую часть интересные факты но сегодня сейчас я не буду на этом заострять внимание давайте дальше смотреть ну вот эта детка это я оторвала поливала свою красулу и она нечаянно оторвалась и вот я ее пырнула сюда вроде принялась это это где она есть у меня я и наверное не увижу а вот она она вот она красула беркли вот это от нее деточка так а это у нас это у нас красула роджерси варегата тоже принялась чему я несказанно рада начинает наращивать себе компактную макушечку но вот варегатность знаете вот все равно сглажена потому что освещение маловато я вообще знаете пришла к выводу к такому но подозрение у меня нехорошее что мои лампы после года досветки ну даже не года вот с сентября где-то я их включала и вот сегодня март по март они стали светить тусклее либо это вот такое как бы знаете лжемнение связано с тем что световой день прибавился и света на улице стало больше и эффект ламп вот освещение ламп для глаз она минимизируется теряется ну а вообще вот я как-то даже по состоянию растений смотрю что не очень многим нравится вот это освещение многие начинают тянуть макушки теряется окрас ну я надеюсь что это только мое предположение и что оно неправильное так и что еще у нас здесь осталось еще у нас осталось вот эта краска ну она принялась но роста от нее пока нет но слава богу хоть принялась потому что она была несказанно мелких размеров и несказанно замученная ну в принципе каково и на сейчас и является я бы не сказала что тут у нее какие-то изменения произошли лучшую сторону но однозначно появились смотрите зелененькие макушечки вот в середине в центре вот они это значит что растение принялось и растение начало потреблять влагу когда она потребляет влагу окрас растение теряется при низкой досветке ну вот как я уже сказала у меня не особо яркое освещение не критичное но хотелось бы побольше хотелось бы лампы конечно 35 ватт но вот лампы 35 ватт я встречала только в большом размере то есть больше метра длиной в маленьком размере это такой размер который нужен мне на полку я таких ламп не встречала поэтому вот обхожусь по 18 ватт ну давайте дальше следующий вот этот горшок у нас идет здесь я сажала три хиверии и одну сина красула сина красула ну то помните как у нее было погоняло копеечная ну мне кажется она чуть-чуть уже превзошла размеры копейки она однозначно принялась листики у нее покрупнели а те листики вот помните сейчас эту копейку беру помните вот те листья я отдирала ой отдирала у нее чтобы освободить ножку для корней вот эти не листики успешно дали двух деток то есть на каждом листе по детки вообще сказка посажу рядышком будет кустик когда-нибудь эти листики это у меня от моего растения я тут тоже сажала садик и нечаянно сковырнула эту детку и вот от нее листья посыпались но кстати каждый дал детку не помню как ее называют по моему в общем как переводе с корейского хиверия мороженое если вспомню вставлю фотку почему меня сейчас есть одна такая детка сейчас я вам ее чуть попозже покажу но речь опять не о ней не о них вот это тоже как вы помните по моему я не уже сейчас точно не скажу наверное 10 рублевую монету я прикладывала когда ее показывала ну вот дежурную десятку тут хочу еще из горшка в горшок приложила ну как мы видим размер ее не увеличился но я ее не доставала из почвы но мне кажется она чуть-чуть начала приниматься хотя вот вся она вялая привялая не знаю будет от нее толк или нет так белка беситься начала дальше ну вот это однозначно принялась розетка все с ней хорошо пусть пока растет листики крепкие прочные то есть вот прошел месяц и результат налицо у нас вот этой розеткой конечно печалька это их и вере грабтоверия миссис ричардс в регатная девушка мне прислала вместо розетки прислала мне недоразвитый цветонос уродливый который вот она принялась она дала корни но толка от нее нет и не знаю будет ли вот видите сейчас я наклоню горшок и попытаюсь как можно ближе вам снять вот там цветонос и даже и цветонос чем-то в общем уродцы уродцы вот такие не вот так выглядят лист 1 специально я их не отрывала видимо они оторвались при посадке но выбрасывать не стала может быть специально отрывала уже не помню короче один вот листик дал детку но вероятность того что это детка будет варегатная как мамка ну наверное процентов 5 из 100 не как таковая мне обычная миссис ричардс не нужно она у меня есть но вот с варегаткой мне не повезло вот когда этот уродец придет в себя и придет ли вообще неизвестно ну в любом случае будем растить уродца что там получится надеюсь летняя погода летнее солнце что-то изменит в лучшую сторону ну вот это вот этот горшочек вот и все вот так они выглядят ну то есть результаты уже есть заметные вот какой вывод я хочу сделать когда растения приходят крепкими когда у них размеры позволяют нормально укорениться когда у них все в порядке со здоровьем и с размером то растение принимается хорошо и быстро растет и все с ним в дальнейшем хорошо но когда вот случаются вот такие казусы особенно вот когда это варегатные растения варегатные растения как известно растут намного медленнее чем обычное растение потому что у них хлорофилл в листьях поступает не полностью то есть у них без хлорофильные участки вот эти белые и соответственно рост их замедлен то вот когда получаете вот таких пупырок маленьких варегатных готовьтесь к большой пляске с бубнами так друзья ну вот это два горшочкой но и думаю чтобы чуть-чуть еще время затянуть я привыкла уже к длинным видео кому-то не нравится вот хочу вам показать результат вот этой хиверии черный рыцарь помните я вам рассказывала что на ней появился клещ вот вчера я проводила вторую обработку дней наверное 11 прошло с того момента и вот сейчас все с ней хорошо я рассматривала листья под лупу никто там не ползает никто там не бегает но вот эти вот беленькие крапинки это возможно пыль они легко убираются но это надо либо ватной палочкой либо салфеткой ну я надеюсь что это пыль ну по крайней мере в лупу ничего не видно но и сразу вот заметно что розетка хотя она сейчас позеленела розетка вполне себе хорошо чувствует она принялась у нее начали оттопыриваться листики и видно что вот центральные листики уже если не смотреть вот на эти погрызенные центральные листики у нее здоровые зеленые крепкие блестящие то есть вредитель ушел я обрабатывала также на кухне вот где я это заметил обрабатывала также повторно всю коллекцию потому что мало ли надо себя подстраховать ну вот вполне себе нормально цветонос этот у нее был цветонос это она выпускала не потому что ей хорошо потому что ей было очень плохо она готовилась к смерти походу и вот решила себе продлить жизнь потом путем созревание семян если бы конечно эта розетка росла в природе если бы она успела развиться этот развиться успел цветонос то вполне себе она бы продлила себе жизнь ну я ее спасла еще друзья хочу показать вам вот эти маленькие садики которые я насажала то есть часть из этих садиков это я посадила себе хочу мимишные такие садики очень редко которые будут поливаться и будут надеюсь что они подольше побудут малышней нравится мне вот эти микро растения так значит вот в этом горшке я даже кстати некоторых и не знаю названием но это седум седум аврора варигатная форма седума рубратингтум это я так подозреваю хиверия резри в общем пока они маленькие я не могу сказать резри у меня была летом я ее продала это видимо вот дети в горшках завалялись я их пересаживала просто из из тех горшков которые летом стояли на улице так как они там очень плотной посадкой то там они практически не развиваются вот я решила их отсадить чтобы дать им побольше свободы это пахифитум аметистинум розовый такой поросеночек махонький так это вот одна единственная малышарик меньше чем копейка наверное пол копейки совсем крохотуля вот это растение черный рыцарь так что тут еще это вот ленопиталум шоколад ну получился не варигатный то есть лист от варигатного растения а получился не варигатный но все равно прикольненький яркий рыжий красный так это вот даже не знаю что какая-то там типа наверное зорогозы а может быть есть у меня на кухне тоже растение тоже я оно у меня погибало я отрывала от него несколько листьев здоровых вот все посохли по-моему как я помню один вот выжил может быть это даже он ну пока вот такая крохотуля сказать вообще ничего нельзя что это за растение так это вот знаю точно эхиверия лангисима это пахифитум компактум но все они как вы видите очень и очень маленькие куда то я копейку сунула вот она то есть они смотрите какого они размера так так это вот сто процентов кореец у меня есть такое большое растение на продажу я его еще не выставляла в ближайшем будущем выставлю обзор с продажными растениями на youtube и вот это от него детка от этого растения эту я оставила себе пусть она пока здесь растет а то растение будет продаваться красивый кореец растет куртиной любит расти куртиной симпатичный название не помню вставлю ну тут плотный налет такой у него тонкие листики они будут еще подлиннее но очень милый у него вид так это следующий значит горшок смотрите хотела показать это вот этот горшок это продажные детки нет не снимает камера вы понимаете когда вот смотришь на солнце на это растение оно переливается серебром это детки эхиверии корниколора атропурпуреа ну серебра нет в камеру оно не видно а так просто вот сверкает вся розетка вообще очень интересная структура я кстати вот такую структуру наблюдала только вот у этой хиверии прям блестит вот чуть-чуть там где солнце попадает чуть-чуть в камеру видно поблескивание вот здесь вот здесь прям серебряная при яркой досветке вот крупная розетка у меня на кухне стоит темно-пурпурного цвета и так же блестит это вот луэлла детка это по-моему апус а вот там дальше не знаю не знаю еще маленькая вот она не знаю кто это розовый и вот там тоже какая-то детка непонятная в общем пока они малыши ничего не скажешь так дальше горшок дальше горшок вот этот я горшок кстати специально достала посмотрите весну почуяла глухая крапива выросла вот как она здесь попала как она сюда попала я даже не знаю конечно же я ее вырву прям даже жалко смотрите какая сытая какая жирненькая какая пушистенькая волосяночки эти поблескивают на солнце вообще чудесная прям жалко мне ее выдирать но придется это детка варегатной грабтоверии титубанс в принципе вот я ее могу продать тоже такой вот пухлячок пузатенький классный но она не варегатная потому что от варегатной титубанс тоже очень редко из листа получаются варегатные дети вот центральные вот эти растения по всей видимости тоже какие-то корейцы которые росли у меня в другом горшке и вот всех я их пересаживала вот в эти садики я сначала думал что это похиверия драку но потом вроде как и не драку но посадила буду смотреть как они будут развиваться и вот эти тоже детки тоже как бы цвет у них схож с вот этой но на мой взгляд это совсем другое растение тоже буду наблюдать что из этого получится а это вот это вот хиверия мороженое про которую я говорила вот от которой вон там две махонькие деточки лежат два листочка тоже такой пухлячок жирненький обалденный а это пахифитом аметистином у меня вырос из листика я его решила оставить себе но что-то вот он не очень хорошо развивается что-то вот тоже с ним происходит вот этот лист отвалился хотя нет не отвалился это просто был какой-то маленький уродливый листик я его еле отодрала ну да ладно ничего страшного ой а вот здесь деть лезет завалено камнями это это наверное у меня как помню когда-то на полке упал горшок и видимо вот эти верхние камни посыпались это наверное тоже пахифитом аметистином но так как он был завален камнями то света ему не было и поэтому вот он так зелененько выглядит сейчас мы его освободим вот уже посыпалось нельзя прикасаться нельзя каждое прикосновение чревато вот таким отваливанием листьев но с одной стороны они дают детей ну нафига мне столько детей вот тоже тоже родилось дитё уже вот за то время как я пересадила этот садик а этот садик я сажала то же самое где-то месяц назад вместе с вот этими с покупными двумя горшочками ну и последний горшок какой остался какой я вам хотела показать просто они рядышком стояли я их вынула у меня не было цели прям такой особенной так это пахеверия парадокса летом я получала корейцев я себе оставляла голову она была такой вытянутой что я ее просто ободрала на листья и уже этот лист эти листья дали детей вот здесь наверное три ребенка то есть вот две детки было с одного листа и здесь вот детки ну классная она мне ну очень нравится у нее невероятно такой эффектный цвет сейчас она такая вот какая-то бирюзово-розовая на ярком солнце она будет какой-то коричнево такой оливковой ну классная пахеверия вообще очень классная у меня есть такой еще садик один тоже из тех же листьев но дело в том что вот возраст листьев абсолютно одинаковый не помню когда я получала эти растения может быть в октябре ну то есть с октября вот по март уже прошло достаточно много времени вот эти детки развивались просто в другой емкости им было больше места для роста и поэтому они вот так выглядят а те детки у меня были просто накиданы листья там друг на друге в какой-то горшок и вот я только недавно их пересадила они еще очень маленькие а возраст их один одинаковый но те даже вот так не выглядят те наверное в три раза меньше чем вот эта розетка так что когда они подрастут вот такая пахеверия будет в продаже но это будет наверное не раньше чем май и июнь у суккулентов рост очень медленный ну все друзья вот чем хотела тем поделилась наверное не буду я вставлять фотки не буду вставлять название в это видео одно выпущу без названия но все таки вот этот лопух волосатый волосатый лохматый наверное я удалю ай не получается одной рукой не получается ну сейчас камеру отключу жалко тебя ну что делать кроликов у меня нет белка тебе не будет белка любит красу плавновидную ну все все друзья всем спасибо за просмотр пока пока до новых встреч